О том, что наш язык исчезает, специалисты и общественные деятели Калмыкии говорят уже не одно десятилетие. Большинство привыкли к этому и не обращают внимания. Меньшинство пытается что-то сделать, чтобы не допустить гибели языка и как следствие народа. А есть и такие, кто много говорит, но дальше этого не идет, считая, что одних слов хватит, чтобы сохранить язык. И даже они правы, если говорят об этом на родном языке, ведь язык – это прежде всего слова. Конечно слова выражают какие-то смыслы, суть, куда без них. А что касается сути сохранения нашего языка, то все согласны, что это важно, нужно, но пока надо решить более насущные проблемы, а потом, когда когда-то наступит свободное время, можно приступить и к языку. К сожалению, это слова пустые, в них нет ничего, кроме ления и безразличия. А вот если бы наши предприниматели стали давать своим торговым точкам калмыцкие названия – все слова сразу бы приобрели смысл. А если бы наши названия давали не в русской транскрипции, а именно на нашей письменности, то волей или неволей мы бы стали произносить их, привыкать к произношению родной речи и своим надписям. А то, как ни странно, по самым скромным подсчетам, в листе англоязычных и иных названий торговых точек в десятки раз больше, чем калмыцких. А чтобы посчитать грамматически правильнее написанные калмыцкие вывески, хватит пальцев на руках. Неужели мы уже настолько не калмыки? Уважаемые предприниматели, когда будете регистрировать новые предприятия, не забывайте, пожалуйста, что от их названия также зависит судьба нашего родного языка. Написав вывеску на калмыцком, вы добавите какое-то калмыцкое слово в активный словарный запас своих земляков. А если это станет нормой, то люди будут знать до 300-500 слов просто по вывескам ваших предприятий. Скажу, что с запасом в 600 слов можно без труда изъясняться на языке. Поддержите же родной язык, наделите слова смыслом. По статье Геннадия Корнеева. Сегодня мы презентуем первую книгу из серии книг «Наследие калмыцких гелюнгов». Эта книга написана калмыцким гелюнгом Сан-Джиром Аминьковым в Америке. Сам Гелюнг Сан-Джиром Аминьков ушел, уходил вместе с другими нашими земляками во время Великого Исхода сто лет назад. И вот, обосновавшись в Америке, написал эту книгу, в которую вошли наставления по прибежищу, краткое прибежище, порождение прибежища, наставления по прибежищу. То есть это как раз та основа буддийского учения, то фундамент, скажем, который, собственно, делает человека буддистом. Именно поэтому Сан-Джир Аминьков выбрал именно этот текст для своей книги. Поэтому эта книга будет полезна абсолютно всем начинающим буддистам. Не только начинающим буддистам, уже практикующим буддистам также будет полезна эта книга, потому что в нее вошли не только наставления по прибежищу, также в нее вошли и другие молитвы на калмыцком языке, которые раньше читались в наших калмыцких степях. Кроме того, в книгу также вошла биография самого Сан-Джир Аминькова и кое-какие фотографии из того времени, и эта книжка. Поэтому эта книжка также будет интересна не только верующим читателям, но и людям, которые интересуются нашей историей калмыцкого исхода и тому подобное. Книга Сан-Джир Аминькова, выдающегося просветителя калмыцкой эмиграции, которая называется «Хурангуи веальс зали в рул пергут Норшева», посвящена, прежде всего, к комментарию к тексту «Прибежища», к короткому тексту «Прибежища», который читался всеми калмыками до революции стопроцентно. Молитвы этого текста находятся и в восточных, и в западных, и в северных районах Калмыкии. И здесь, в этой книге, содержатся комментарии на этот текст, содержатся сам текст и другие молитвы, которые важны для духовной практики наших землеков с вами. Поэтому эта книга будет распространяться в сети книжных магазинов по республике Калмыкия по городу Элисте. Приобретайте эту книгу, помните о прошлом, помните о своих выдающихся земляках, которые создали огромное количество трудов для нас с вами.